Сегодня дан старт основному периоду сдачи ЕГЭ. Он продлится до 1 июля. По всей стране волна единых государственных экзаменов началась со сдачи дополнительных предметов по выбору – географии и информатике. В Наринмаре госэкзамены сдавали на базе первой школы. К экзаменации подошли со всей строгостью процедуры – металлодетекторы на входе, видеонаблюдение в кабинетах. До начала проведения экзаменов с выпускниками пообщалась наша съемочная группа. Прежде чем пройти в аудиторию – проверка документов, разрешенных вещей и обязательное сканирование металлодетектором. Все гаджеты, планшеты, телефоны и даже программируемые калькуляторы остаются за линией контрольно-пропускного пункта. Ничего лишнего принести в зону проведения госэкзаменов не получится. Впрочем, ребята и не пытаются. Все знания в голове. Настя Романчук – не гуманитарий и не тяготеет к естественно-научному профилю. Девушка с математическим складом ума, но сегодня для подстраховки сдаёт географию. Хочу в политехнические поступить в Санкт-Петербурге. А специальность какая? Космические исследования. Ничего себе. А какие нужны экзамены? Ну, сдаю физику дополнительно уже. Вот она мне как раз-таки понадобится. Ну, если нет, то не очень хорошо сдам, то пойду с географией куда-нибудь. Вместе с Анастасией госэкзамен по географии сегодня сдаёт 19 человек. 23 выпускника заявились на информатику. Тамара Бабкина, выпускница первой школы, выбрала как раз второй предмет. И тоже для подстраховки при поступлении. Уверена в хорошей подготовке, но, конечно, волнуется. Ну, у нас были факультативы. Наша учительница по информатике, она очень хорошо готовит на самом деле. Или мы ходили на факультативы, и я думаю, что она дала нам всё, что могла. А как сейчас вообще состояние? Волнуешься? Всё-таки География первой. Как у вас вообще готовили к этому? Ну, не знаю. Я волнуюсь на самом деле. У меня даже потеют ладошки. Но, в общем, всё будет хорошо. А вот выпускники шестой школы Владислав и Андрей рассматривают информатику практически как обязательный предмет, наряду с русским языком и математикой. Результаты дополнительного ЕГЭ будут нужны при поступлении в желанный вуз. Я факультет бизнес-информатики РСПБГУ. Как хотелось взять? Ну, основательно. Ну, начали давно? Да, ещё в начале года. Ну, очень. Планирую на 90 баллов написать. После проверки и небольшого ожидания обязательная перекличка. Члены комиссии сверяют списки и разводят ребят по разному аудиториям. Со мной в 37-й кабинет. Алпатова, Артеев, Барамохин, Безумов, Курсевич, Лактандер, Могилы, Семяшкины, Яновицкий, Ястребов. В кабинете за каждым экзаменуемым закреплено место с номером. На столе только чёрная ручка, документы и разрешённые предметы. Калькулятор, линейка, транспортир. Перед тем, как приступить к заполнению необходимых бланков и выполнению заданий, обязательный инструктаж. Распечатают кимы уже за закрытыми дверями. По словам членов Государственной экзаменационной комиссии, в процедуре проведения экзаменов по сравнению с прошлым годом никаких изменений не произошло. В виде наблюдения у нас ведётся онлайн. Все аудитории у нас подключены к онлайну. Медицинские работники, охрана правопорядка, наличие металлоискателей. То есть печати кимов в аудитории, сканирование в штабе – всё то же самое. Благодаря онлайн-видеонаблюдению смотреть за ходом проведения ЕГЭ могут и родители выпускников на портале смотриегэ.ру. Здесь же за выпускниками следят специальные наблюдатели. В случае запрещённых действий они сигнализируют членам региональной комиссии о нарушениях. Шпаргалок не было. Было в прошлом году у нас метка такая стояла, что у ребёнка шпаргалка, а у него просто потекла гелевая ручка, и он её на кончике черновика пытался вытереть. Ну, чтобы не весь черновик, а было подозрение у них на это только. Три часа 55 минут отведено на сдачу информатики. Три часа ровно на географию. После можно будет вздохнуть с облегчением. Но волнение всё же останется, ведь результаты экзаменов будут известны только 14 июня.